Комбинатор, кто может понятным образом объяснить это правильно? Надо выбрать n-k скобку, из которой брать единицу. А ведь правда. Чтобы получилось x в степени k, мы должны из n-k скобок взять умножитель 1, а из k скобок взять умножить q в какой-то степени на x. Правильно? Сфиксируем. Итак, из n-k скобок берем первое слогаемое. А из k скобок q в какой-то степени умножить на x. Давайте будем обозначать. Что такое из k скобок? Например, номер альфа 1, альфа 2 и так далее, альфа акады. Альфа акады это степени кушек этих скобок. Да, давайте поймем, какое у нас условие. Значит, единица меньше или равна, чем альфа 1, альфа 1 меньше, чем альфа 2, альфа 2 меньше, чем альфа 3, альфа к-1 меньше, чем альфа кады, а альфа кады не больше числа n. Нас интересует при этом показатель степени. То есть, у нас тут будет степени кушек, альфа с каким-то номером. Соответственно, нам нужно, чтобы альфа 1 плюс альфа 2 плюс альфа кады это было бы k умножить на k плюс 1 пополам плюс что-то. Смотрите, у вас вот кушке альфа 1 больше или равно единице, альфа 2 больше или равно 2 и так далее. Альфа кады больше или равно. Поэтому можно вынести ку в степени k на k плюс 1 пополам. Да, я вам больше что-то скажу, я уже говорил, что это 1 плюс 2 плюс 3 и так далее плюс k, я вот это вот равенство запишу в следующий язык. Альфа 1 минус 1 плюс альфа 2 минус 2 плюс альфа 3 минус 3 и так далее плюс альфа кады минус k. Вот какая идея, смотрите. Идея в том, что на эти числах есть тоже очень понятные неравенства. Вот если последовательность числа альфа была возрастающей и располагалась между единицей и числом n, то какие неравенства на числа альфа 1 минус 1, альфа 2 минус 2 и так далее, альфа кады минус 1. То очень понятно, какие. Смотрите, 0 меньше или равен, чем альфа 1 минус 1. Согласны? Это меньше или равно, чем альфа 2 минус 2. Раньше здесь было меньше, но я вычелкнула здесь двойку, а здесь единицу. Поэтому именно меньше или равно. Меньше или равно, чем альфа 3 минус 3 и так далее, меньше или равно, чем альфа кады минус k, меньше или равно, чем n минус k. Теперь посмотрите, пожалуйста, что мы складываем. Мы складываем эти числа. Они у нас образуют неубывающую последовательность. И она от нуля до n-k. Ничего не понимаете? Это столбики такие. Я, помните, рисовал? Я уже не помню какой там точности путь, но что-то вот такое. Помните, было? Из букв а и б. А, б, б, а, помните? Что такое вот это вот альфа-1-1? Это на какой высоте проходит... Картинка будет вписана в прямоугольник размером k на n-k. Давайте просто по образу, я не речь с ним пойму. Все понимают, что чисел здесь первое, второе, k. Я рисую здесь вот на высоте альфа-1-1. На следующем отрезочке я рисую на высоте альфа-2-2. На следующем на высоте альфа-3-3. И у меня получаются такие столбики. Понимаете? Можно здесь тоже альфа-1-1-1 больше нуля. У меня получаются такие столбики. А такой штуке соответствует путь. Понятная идея? И вы помните, что при подсчете гауссово-бинлядного пациента количество вот этих клеток как раз не считали и возбудили в эту степень. И мы здесь работаем кул ровно в эту степень. Слушайте, по-моему, я справился. Надо понять, как раскрываются все слухи сказки. Кстати, это вообще. Вал Днепр в комбинаторике я всегда в очень трудный шаг. Дело в том, что вы в школе привыкли раскрывать скобки, что это скобка на скобку, да? А вот здесь надо представить, что бывает, когда скобка много, и раскрываем их сразу. Что? Что? Ну, потому что тогда вы не поймёте идею. Каждый раз, на самом деле, мы считаем коэффициент при очередной степени х. И так, на самом деле, мы и получим раскрытие всех скобок. Когда вы интересуетесь коэффициентом при х степени k, то нужно сделать ровно то, что там написано. Надо из k скобок взять х умножить в соответствующую степень. Спасибо.